Всем привет, дорогие друзья! Вот и начинается наш второй выпуск, и сегодня я буду рассказывать вам про достопримечательности Праги. Сейчас мы едем в центр, чтобы наблюдать за ними, и параллельно буду рассказывать немного о их истории и о их мрачных странах. Что, поехали! Танцующий дом. Танцующий дом – экстравагантное сооружение Праги, расположенное на набережной реки Вултавы. Местные жители называют башней этого здания Джинджер и Фред в честь известной танцевальной пары 20 века. Каменная башня, расширяющаяся сверху, в голове с металлическими волосами на голове, символизирует танцора Фреда. А стеклянная часть здания напоминает джинскую фигуру сонкой талии. В летящем платье символизирует его партнершу Джинджер. Давайте побежимся к кратенькой истории строительства этого дома. Ранее на месте танцующего дома находилось здание, построенное в 19 веке, в неклассическом стиле. Во время Второй мировой войны оно было полностью разрушено, и только в 90-х годах появилась идея построить на пустующее место новое здание. Выбор проекта и ход строительства контролировал лично президент Вацлав Гавилл, который многие годы жил по соседству. И строительство были наняты известные архитекторы. Их проект дома в стиле деконструктивизма был реализован в жизнь всего за два года, в период с 1994 года по 1996. Так, сейчас нахожусь прямо у подножия танцующего дома, вот, вот так вот сверху. Сейчас мы зайдем туда внутрь. На паритенку, чего очень классно и покажать кое-что. Во-первых, здесь всегда почти большая толпа, во-вторых, на потолке сидит вот такая вот громадная муха. Итак. Вперед, давайте зайдем, посмотрим, что у нас там внутри. Внутри здания находится отель Dancing House. Именно поэтому туристы называют этот дом танцующим, в отличие от коренных жителей. Этот лифт ведет наверху к башне Фреда, откуда открывается замечательный вид на Прагу. Номенитая Старомецкая площадь. Самое сердце Старой Праги. Оно находится в историческом центре Праги, называемом Старое место, что означает Старый город. Ежедневно сюда стекает великое множество туристов, привлеченных великолепием площади и красотой окружающих зданий. В далеком 12 веке на Старомецкой площади был крупный рынок. Так как Прага стояла в месте соединения популярных торговых путей, внушительные по тем временам размеры площади позволяли разместиться здесь множеству торговцев. Рынок работал так долго, что даже название площади звучало как Старый рынок, а свое нынешнее имя площадь получила только в конце 19 века, побыв некоторое время с Царомецким плацем и Большой площадью. Однако это замечательное место помнит не только бойкую торговлю, здесь также проходили процессии по случаю коронации чешских монархов. Старомецкая площадь являлась частью старинного национного пути, который вел от Пороховой башни до Бражеского града. Попав на Старомецкую площадь, вы наверняка обратите внимание на несколько выдающихся зданий, которые особенны не только своим внешним видом, но и богатой историей. На данный момент я не буду про них рассказывать, но в следующих роликах обязательно. Все здания, которые выделяются из них. Первый Тынский храм, храм Святого Николая, дом у Каменного колокола, Старомецкая ратуша и астрономические часы. Дом у Минуты и памятник Яну Гусу. Итак, мы приближаемся к астрономическим часам. 58 минут. Сейчас вот-вот пробьют часы. Вот что происходит в это время. Сколько людей и все, чтобы посмотреть пикчасики. Тикают. Пражские куранты. Как только эту достопримечательность не называют туристы. Абсолютно разными и абсолютно странными названиями. Одно из них это еврейские часы. Но, пожалуйста, запомните одну вещь. Они не еврейские, они пражские. Пражские куранты. Как вы поняли, часы состоят из двух частей. Ниже астрономический циферблат, на котором показаны Старочерское, Вавилонское, Центральноевропейское, то есть современное и Звездное время. Также этот циферблат показывает время восхода и захода Солнца, положение Солнца и Луны среди созвездий, входящих в зодиакальный круг, а также фазу Луны. Диаметр этого циферблата 2,6 метра. Над циферблатом установлена скульптура Ангела. Справа и слева есть два окошка, которые в момент боя курантов открываются и показываются в процессе Апостолов. 12 фигур Апостолов движутся, сменяя друг друга. Над Ангеллом видите позолоченную фигурку петуха, который голосит после окончания процессии. Во время процессии Апостолов фигуры у астрономического циферблата также совершают некоторые движения. Фигура Смерти приворачивает песочные часы, певает головой и дергает за колокольчик. Фигура Чеславия поворачивает голову и смотрит в зеркало. Фигура Алочности потряхивает мешочком с монетами. Ну а турок отрицательным отеляет головой. Эти часы являются одним из самых древнейших механизмов, которые функционируют до сих пор. Эти часы идут исправно уже более 600 лет. Более 600 лет идут часы исправно. Также очень советую всем сходить в музей водковых фигур Мадам Тесо. Видели уточек, которые собирают коллекцию? Вам надо ехать в Прагу. Просто здесь есть почти все утки, которые только можно себе представить. Уже очень много будет на вашем пути встречаться вот таких вот лавочек. Сувенирные лавки с Прагой. Здесь вы можете приобрести себе магнитик, носки, брелок, да что угодно вообще. Спа-салон, но туда приглашает вот такой вот чувачок. И казалось бы, вообще ничего, да, не предвещает беды. Знаете, после этого в салон как-то идти не хочется. Надо администратору сказать. Магазин сладостей. Любые сладости на любой вкус. От сухофруктов до желем. О, чайки есть. Еще одно национальное блюдо под названием тридельники. Вот так они готовятся. Наматывают тесто на палочку. И обжаривают на гриле. А потом там можно выбрать начинку или, например, мороженое. Дорогие друзья, сейчас мы находимся возле резиденции всего чешского правительства. Над воротами мы видим устрашающие довольно статуи. Эти статуи отображают победу гладиаторов над обычными людьми. В данный момент статуи пытаются нанести смертельный удар своим противникам. В историю чешской резиденции можем просто вот так взять и зайти. И даже отменили обыск. Теперь нас не обыскивают. А сейчас мы уже подходим к собору Святого Вита. Этот собор строился 585 лет. Он является одним из самых больших католических соборов мира. И находится на территории Пражского Града. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Чтобы вы хотели видеть на моем канале, какие темы вас интересуют, все комментарии буду читать и мнения абсолютно всех людей будут учитываться. Так что всех жду в комментариях. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok